День Победы в первую очередь праздник военных. Тех, кто с оружием в руках защищал Родину и в случае необходимости готов защитить ее снова. Под государственный гимн в зал заносится Знамя Победы и торжественное собрание, посвященное 29-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, объявляется открытым. Министр обороны Владимир Амур, поздравляя всех с праздником, рассказал об истории войны, о роли президента в Абхазии Владислава Ардзенба и Сергея Багарш, достижении цели, приобретении свободы и независимости, о героизме и мужестве добровольцев. Мы благодарим вас, наши дорогие ветераны, добровольцы, друзья, и рады, что сегодня вы рядом с нами, что мы вместе встречаем победу. Мы бережно храним и передаем память о событиях Отечественной войны младшему поколению. И наша молодежь проникается гордостью за свою страну. Сегодня тысячи военнослужащих Абхазской армии честью выполняют свой долг, неся службу по защите Отечества. С поздравительной речью выступили бывший заместитель министра обороны Закан Намба, Бахтанг Сукба, Гарри Купалба. Дай Бог, чтобы вам, нам и грядущим поколениям не пришлось бы больше с оружием в руках защищать нашу родину. Но ситуация складывается очень серьезно. Если глянуть правде в глаза, можно сказать, что она сегодня может быть даже более опасна, чем была в 92-м году. Будем надеяться, что враг будет повержен, правда восторжествует. Граница Приднестровской Молдавской Республики, 408 километров, это граница с Украиной. Обстановка там очень сложная, но при всем том, ваши сослуживцы, приднестровские военнослужащие, несут так же службу, как и вы сегодня. И мне поручено передать большой привет вам, поздравить вас от имени и Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики. Мира вам всем, мира нам всем. И я уверен в том, что мы в любой ситуации выстоим. Мы хотим защищать свою родину, свою землю и впредь держать дружбу с нашими братьями по крови Северного Кавказа и всех тех людей, которые пришли, когда нам было плохо. Они все наши братья. Экс-министр обороны, герой Абхазии Мираб Кишмария особо подчеркнул значимость добровольческого движения. Он отметил, что сегодня и абхазские добровольцы на Донбассе героически сражаются против фашизма. Сегодня то, что происходит в мире, то, что в Украине добровольцы там действуют точно так же, чеченцы, кабардинцы и другие лица национальности, которые действительно проявляют себя героически. И наши абхазцы, которые там находятся, на высоком уровне ценят их. Мы должны быть готовы в любом случае во всех направлениях. Держитесь друг друга. Цените наших ветеранов, тех добровольцев, которые прибыли сюда, прикладываясь перед ними. Председатель Союза Абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской республики Сергей Ахагоев также выступил с поздравительной речью. Вы сделали то, что мог сделать каждый уважающий себя народ. Вот малочисленный, но духом большой народ. С победой вас, с аэра, дай бог, то, что видел абхазский народ, не видел ни один народ. Вы прошли большой путь. И это, чтобы ваши дети это не видели. Сергей Ахагоев наградил орденом султана Соснолеева Валерия Агумава, а ветеранам войны вручил почетные грамоты. Министр обороны Владимир Анула в честь 29-й годовщины победы и независимости наградил ведомственными медалями ветеранов, а также присвоил офицерам очередные воинские звания.